Правительство России и Ирана, а также представители крайне правых и крайне левых в Германии не приглашены присоединиться к Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 16-18 февраля. Об этом рассказал глава конференции. Ожидается, что в этом году эту конференцию посетит около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров. Ну и данную тему мы очень сейчас в прямом эфире хотим обсудить с Андреем Веселовским, чрезвычайным и полумоченным послом, советником, директором Национального института стратегических исследований. Андрей Иванович, приветствуем, как всегда, в наших эфирах. Здравствуйте. Доброе утро. Андрей Иванович, ну не приглашать Иран, например, и Россию, это становится уже хорошей традицией. Теперь еще и сосредоточились на крайне правых и крайне левых. С чем связаны эти изменения? К чему они могут привести, как вы считаете? Ну, пожалуй, в общем-то, с одной стороны, к повышению авторитету самой Мюнхенской конференции. Потому что, когда на таком солидном собрании выступают пропагандисты, скажем так, крайне правых взглядов, нам, например, следует, они говорят, нам, например, следует восстановить все отношения с Российской Федерацией, нам, например, нужно немедленно подружиться с Китаем, нам, например, следует отдать эту самую непонятную Украину куда-то туда и заниматься своими собственными делами. Мы же торговали газом, нефтью. Все было хорошо. Давайте продолжим. Руководитель этой конференции сегодня, это Кристоф Хойзгин, бывший помощник Ангела Меркель, по этому поводу высказался очень четко, что я красную дорожку этим сумасшедшим или провокаторам предоставлять не намерен. И действительно дорожка была бы красная, потому что в Мюнхенской конференции по безопасности принимают участие десятки, если не сотни ведущих политиков и бизнесменов мира. Когда мы говорим, например, о Давосе, Давос – это такой мировой экономический форум, а Мюнхен – это политика и безопасность такого же масштаба. На Мюнхенской конференции выступают руководители крупнейших государств. В свое время там были даже президенты Соединенных Штатов, руководители Китая и так далее. Таким образом, вот такая позиция господина Хойзгина, она оправдана, она понятна. Вот, кстати, сейчас мы на экране видим Камалу Харрис, вице-президента США. Она понятна. И против нее никто не выступает. Более того, даже представители Кремля делают вид, что это только радует, что они и не собирались, и что вообще они все это ни в грош не встали. Андрей Иванович, хотелось бы с вами обсудить еще одну тему. Давайте перенесемся и проанализируем события, которые происходят за океаном. Итак, президент США Джо Байден призывает сенаторов как можно быстрее проголосовать за двупартийное соглашение о национальной безопасности, предоставленное Сенатом. В нем на помощь Украине предусмотрено 60 миллиардов долларов. Давайте мы напомним нашим зрителям, что этот пакет на сумму 118 миллиардов долларов сочетает политику защиты границ США, помощи Украине и Израилю. Как вы думаете, вот этот призыв Джо Байдена, его услышат? Я, пожалуй, буду более скептичен, чем оптимистичен в данном вопросе. Причина простая. Те люди, которые руководят республиканским большинством Палати представителей, они не нуждаются в разрешении существующего противостояния между демократами и республиканцами. Им этот конфликт нужен и дальше. Им нужно, чтобы этот конфликт наращивался, углублялся, чтобы отрезать всякие пути к сотрудничеству между двумя партийными группами в Конгрессе, для того, чтобы на этой волне противостояния и скандала подъехать к президентским выборам. А президентские выборы у них в ноябре. И вот к ноябрю надо как раз и подойти в таком состоянии, чтобы вся страна металась в горячке. Кому мы помогаем, кому нет. Например, что там у нас с границей, какие там у нас проблемы и так далее. И в этой ситуации, конечно, президент Трамп, бывший, выглядел бы в качестве спасителя. Вот сейчас я организую все, и все будет хорошо. Вы видите при демократах, какие проблемы возникают у государства и у нации в целом. Поэтому вряд ли согласятся воинствующие республиканцы. Не говорю республиканцы в целом, а та их часть воинствующая, которая может заблокировать решения в Палате представителей. Потому что республиканцы-сенаторы, сенатор это более высокое, скажем так, по политическому значению место в Конгрессе, они более зрелые, будем так говорить, в политике, как правило, в большинстве своем. Так вот, сенаторы-республиканцы согласны с подходом теперешней администрации, а ряд конгрессмеров-республиканцев категорически против. Им нужна победа Трампа даже ценой больших проблем в Европе. В общем-то, Европа это далеко. Зачем нам эта Европа? Больших проблем в Европе и больших проблем дома. Потому что все это связано с задержками в бюджете, все это связано с многочисленными голосованиями, то туда, то сюда. А значит, расшатыванием политического климата в стране. А всякое расшатывание политического климата влечет за собой и проблемы, социальные проблемы, в дальнейшем экономические и прочие. Поэтому, скорее всего, придется искать еще какие-то варианты удовлетворения или успокоения вот этих вынествующих республиканцев. Потому что пока надеяться, что все решится мирно и спокойно, тяжело. Хотя, остаюсь в душе оптимистом, но не по данному вопросу, к сожалению. Андрей Иванович, ведь камнем преткновения был вопрос по границам Соединенных Штатов Америки. Этот вопрос вроде бы как внесен как раз в этом новом законопроекте, предусматривающем в том числе предоставление помощи Украине, финансовой и военной помощи Украине. То есть, получается, что это был просто повод для того, чтобы задержать предыдущий законопроект и не дать ему пройти? Абсолютно правильное слово вы избрали. Повод. Это не причина, это повод. Положение на границе не хорошее, но оно и не катастрофическое по сравнению с таким, каким оно бывало и ранее. И во времена Крампа были всплески проникновения иммигрантов, нелегального проникновения иммигрантов на территорию США. И эти всплески давились теми или иными административными или законодательными методами. Эти всплески имели место и последние несколько месяцев в Штатах, что дало повод, повторим это слово, для того, чтобы историю эту максимально политизировать и сделать ее центром, скажем так, будущей избирательной кампании. Поэтому, что бы сейчас ни предпринимали демократы, республиканцы будут стараться найти какие-то или недостатки, или выдумать эти недостатки. Может быть, будут даже спровоцированы какие-то реальные столкновения. Ну, мы знаем, что вот, например, со стороны демократов было замечено, что тот режим, который сейчас предлагают наиболее консервативная часть республиканцев на границе, он может привести к гибели людей. Одно дело не пустить нелегалов, а другое дело способствовать, так сказать, их гибели, прямой или непрямой. И такие случаи были. Утонула женщина с детьми, люди потеряли сознание и погибли на границе. То есть все это не то, чем всегда характеризовалась американская полиция, американская демократическая система в целом. Гибель человека – это, в общем-то, злое преступление. То есть, будем говорить так, можно находить способы взаимопонимания и взаимодействия между двумя партиями в поисках правильного решения и не пустить, и в то же время не совершать убийства. Но можно и делать так, чтобы эти поиски не увенчались успехом, чем занимается небольшая группа республиканцев в Палате представителей сегодня. Ну, вот относительно того, что поиски могут не увенчаться успехом, относительно того, что во многом ищутся поводы, да. Вы скажите, пожалуйста, вот сейчас, по состоянию на февраль 2024 года, можно говорить, что это вообще такая тенденциозная ситуация, которая может продолжаться, по крайней мере, до президентских выборов в Соединенных Штатах? К сожалению, может. На каком-то этапе были упущены возможности договориться, как говорят, втихую между республиканцами и демократами. Что этому способствовало? Трудно сказать. Это пусть анализируют сами американские политики, где произошел сбой во взаимопонимании. Ну, а сейчас, когда противостояние выплеснулось на общенациональную дискуссию, то делать какие-то, скажем так, предположения о поиске, о успешном поиске решения очень трудно. Может быть, повлиять на все это могли бы серьезные американские бизнесы. Мы знаем, что между Соединенными Штатами и Мексикой ведется огромная трансграничная торговля. Торговые обмены между Мексикой и США достигают, если не ошибаюсь, 750 миллиардов долларов в год. И в последнее время наблюдались сложности в этой торговле, в том числе связанные с радикальными намерениями республиканцев на границе. Поэтому, возможно, и экономическое общество и США, и Мексики может вмешаться. Могут вмешаться крупные компании, которые заинтересованы в регулируемости, прозрачности. В последнее время мы знаем, что со стороны некоторых штатов американских, где руководят республиканцы местными юрисдикциями, в частности, штата Техас, слышится требование просто закрыть границу, да и все. Протянем там колючую проволоку, поставим там ребят с автоматами, с минометами, и пусть все отбивают. Это, конечно, такой подход не устроит бизнес-сообщество, ни американское, ни мексиканское. Поэтому, может быть, ключом станет подключение вот этих бизнес-сообществ. Хотелось бы надеяться не только потому, что это касается непосредственно денег для Украины, для поддержки нашей борьбы против агрессоров. Всякое ухудшение политического климата США – это ухудшение политического климата в мире. страна, на которой разобщена и, скажем, ругается на весь свет, вплоть до пролития крови между собой на локальном уровне, она объективно будет обращать меньшее внимание на то, что делается в мире, и она будет подавать плохой пример остальным государствам. Но она будет служить пропагандистским, так сказать, жупелом для демократических государств мира. Это же не секрет, что всякую соломинку в глазах противника представляют в качестве бревна. И вот кремль как раз и отличается увеличением соломинок до размеров бревна. В то же время, конечно, бревно в глазах у кремлевских руководителей. Во всех смыслах этого слова. Уж говорить о том, что делается на украинско-российской границе, не пристало. Поэтому, когда мы слышим из Москвы, что очень плохо устроена граница между Мексикой и Соединенными Штатами, остается только как, ну, с одной стороны улыбаться, а с другой стороны возмущаться этой наглостью. Вернемся к границе. Повторяю, мексиканское руководство понимает, что происходит, пытается сделать какие-то со своей стороны положительные действия. В частности, арестовывают и отправляют домой некоторых иммигрантов, которые проникли на территории Мексики с юга, из Гватемалы, из Сальватора, из Коста-Рики, из других государств с юга. Пытаются тоже наладить какое-то взаимодействие между полицией и двух стран. Но все это, скажем так, меры частичнее. Какого-то комплекса не выработаны. Да и сложно его выработать, потому что Соединенные Штаты нуждаются в мигрантов. Соединенные Штаты ежегодно пребывают на постоянной основе из года в год, уже на протяжении многих лет, сотни тысяч мигрантов. Потому что это люди, которые готовы работать за символическую плату, чтобы прокормить себя. И это выгодно очень многим секторам экономики в Соединенных Штатах. И это будет продолжаться обязательно. Это в интересах Соединенных Штатов. Это надо нормализовать. Но вернемся, республиканцы не хотят это нормализовать, потому что это ключ к дестабилизации и возможной победе от претендента Трампа на выборах осенью этого года. Да, и опять же подчеркнем, что далеко не все республиканцы, а только конкретные представители этого движения. Спасибо большое, Андрей Иванович, за оценку ситуации. Спасибо за профессиональный подход к происходящему. Андрей Веселовский, чрезвычайно полномочный посол, советник директора Национального института стратегических исследований, присоединялся к нашему эфиру. Благодарим. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.